Встреча с Леоном Вайнштейном Всегда есть важные причины Во-первых, мы продали дом Спешно собирались Дикий кавардак везде происходит Она кошмарный Купили новый Нужно там что-то тоже сделать Переезжать У нас еще такая получилась ситуация Мы должны выехать из дома, в котором мы живем Буквально 22-23 числа этого месяца А только 5 недель Через 5 недель после этого сможем въехать в новый дом И поэтому Надо было придумывать Где хранить вещи А еще я должен при этом добавить Что у меня жена Такой человек, которого называют обычно Коробочка Или еще какими-то там Плюшкин Она не может расстаться с вещами Не потому что она там Жадная или что-то еще нет Много раз доказывала, что нет А потому что не может она Есть вещь, а вдруг она пригодится Я там пытаюсь что-то выкинуть Она это останавливает Засовывает Через 2 года Она вдруг говорит мне Ага, вот ты собирался ее выкинуть А я вот там Нашла ей применение Так что Пока через что Все не пройдет через ее руки Она не решит Это У нас было 4 кучки Одна Точно берем с собой Вторая Ищем друзей и знакомых Которые можно это подарить Отдать Не знаю как-то еще Третья Это армия спасения Четвертая Это гарбич Точно Совершенно 100% гарбич Мы несколько раз Давали объявления В крэг-лист О том, что у нас Бесплатно Скажем Спальня Из 6 предметов И прочее Были какие-то Десятки А один у нас Даже 100 с лишним Звонков И первый же человек Который Позвонил Приехал И забрал Все 6 предметов Включая нашу Калифорния Кинг Большую спальню И прочее Мы уменьшаем Естественно площадь Значительно уменьшаем Потому что Когда мы покупали Этот дом То были дети Потом внуки Которые все Вместе с нами жили А кроме того Бизнес Который я вел Вот у нас еще Кроме большого дома В котором 7 спален Ну кому нужно 7 спален Да Значит еще есть На территории Два здания Одно Это мой офис А второе Это большая студия Которую Гуля построила И у нас художники Слетали со всего мира И вот писали Мы работали с художниками Как агенты Очень много И сейчас продолжаем Тоже Вот Делали принты Делали то Делали все В общем Огромная территория Огромный дом Вот сейчас надо Въезжать в нормальный Ну там По калифорнийским Понятиям нормальный Я думаю Что по понятиям Других мест Он немножко Тоже великоват Но здоровый Поэтому Я искренне прошу прощения На комбинация Дикой жары Дичайшей При которых Только ты выходишь На улицу И что ты несешь Ты начинаешь обливаться Потом И теряешь силы А второе Ну так сказать Как я уже говорил В прошлый раз Все таки делали Мне некую процедуру На сердце После которой Надо было Оправляться А главное Что мне дают Какое-то лекарство Чтобы я не нервничал Которое абсолютно Вводит меня В сон Все время И Я вот как сам намбул Отаскаю эти вещи Из угла в угол А чтобы взяться И проанализировать Скажем Политическую обстановку Ну 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 Что-то Никак Еще две или три недели Я это буду принимать Потом выйду из этого Жара спадет Перееду в новый дом И я обещаю Всем Торже Клянусь Как говорят Мои грузинские родственники Что я буду Вовремя И постоянно Выходить в эфир Замечательно Ну что ж Так или иначе Жизнь протекает Ну у вас бурно Так сказать По-хозяйски Ну а в стране Бурно Бурная политическая жизнь Страсти кипят Вот об этом О демократах Единственное На что немножко Хватает времени Это когда уже Доползти до телевизора Кстати мы все Вывезли практически А телевизор И диван Оставили до последнего дня Мы укладываемся На этот диван Включаем телевизор И значит Вот что-то все-таки Смотрим Поэтому какие-то Ощущения у меня Все-таки от того Что происходит Есть Поэтому Сережа Да я готов к вопросам Смогу Буду на них отвечать Я напомню Телефон в студии 847-400-5200 Ну а пока Демократы Выборы Война прессы Против Трампа Атаки со всех сторон По любому поводу Ваш взгляд На эти вещи Да 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 Конечно Это Просто уже Наша действительность Стала Ужасно обидно Кстати Потому что На самом-то деле Дела Улучшаются Америка У Америки Жизнь улучшается Люди Может быть Не все еще Это почувствовали А хотя Зашкаливает Уже оптимизм Стране Более 50% Людей считают Что Трамп Ведет страну На правильном Экономическом По крайней мере Пути Более 50% Считают Что на правильном Политическом То есть Я имею ввиду Не внутренняя политика А международно Правильно Международно Политическом Но тем не менее Вместо того Чтобы сказать Ну скажем Так сказать Они цифры признавать Не признавать Не могут Поэтому Вместо того Чтобы сказать Что вот там В стране Меньше 4% Безработицы Значит Говорится Что-то такое А знаете ли вы Что такой-то завод Только что уволил 74 человека А говорят Что у нас Низкая безработица Менее 4% Какое одно отношение Другого иметь Непонятно Но Действительно Есть заводы Которые закрываются И заводы Которые открываются Ну вот Нельзя Не могут они Написать ничего Что было бы В плюс Трампу Не дай бог Во-первых Значит Сами не могут Переступить Потому что Внутренняя цензура Такая Во-вторых Заклюют Вот скажем Те люди Которые Даже известные Которые вообще Просто открывали рот И говорили Не мешайте Трампу Как Файнстайн Дайан Файнстайн Как на нее Крысились Настолько Что ее Значит Избиратели Которые уже Семь раз Посылали ее В Сенат Полностью Ее заблокировали Она не будет Ну и она уже В возрасте Но неважно Она не будет Переизбираться Не потому что Она решила так А потому что Ее товарищи По демократической партии Не могут ей простить Фразу Которую она сказала Не мешайте Трампу Дайте ему возможность Руководить государством Все что она сказала Вот За это ее ненавидят Журналист Который Не дай бог Пишет Что-то положительное Или Не отрицательное О Трампе Просто С ним перестает Разговаривать Его увольняют И тому подобное Значит Хозяин Мексиканского Ресторана В Вашингтоне Куда зашел Сэшенс Значит Генеральный Прокурор Естественно И который Значит Вот Пожал ему руку Там что-то еще А потом Взял и сделал Селфи То есть На фотоаппарат Сфотографировал Себя Сэшенсом И поставил Это на свой Веб-сайт На фейсбук Так его значит Уже десятки тысяч Людей пишут Друг другу Байкотировать Этот ресторан Потому что Он посмел Накормить Генерального Прокурора Соединенных Штатов Америки То есть Это доходит Уже до какого-то Совершенно Абсурдной Ситуации Да А вся эта история С Манафортом Вполне возможно Что он Самый большой Жулик на белом свете Но какое Имеет отношение Его жульничество За которое Его уже По-моему Семь лет тому назад В 2005 В 2007 году Уже судили Как бы И выяснили Что он не виноват Причем Прокурором По делу Был никто иной Как Рот Розенстайн Значит Который сейчас Практически Исполняет Обязанности Генерального Прокурора Потому что Сэшенс Умудрился От самого главного Дела Себя отвести Абсолютно Больше не играет Что называется Никакой роли В нашей жизни А только Рот Розенстайн Которого никто Не назначал Быть генеральным Прокурором Так вот Значит Совершенно Непонятно И вдруг Вытащили Это дело Вся история Сделана была Для того Чтобы если На него нажать И сказать Что он получит Они требуют 300 лет тюрьмы Значит Группа Мюллера Значит Если он Расколется Тогда они Не будут его Сажать в тюрьму На 300 лет А если он Не расколется В чем Расколется Придумай Что-нибудь Или найди Что-нибудь Грязное О Трампе Ни о какой Ни в коем случае Не о связи С русскими Или там С КГБ Или что-то еще Давно Всем 100 лет Уже понятно Что ни о какой Всегда было понятно Что ни о какой связи Нет Ну кроме Совсем уже Козлов Не было ни о какой Связь Никто никого Не уговаривал Никто не вел Неких переговоров Никто ни с кем Не встречался Чтобы победить Хиллари А Хиллари Все знали Будет президентом Зачем было русским Против нее бороться Совершенно непонятно Если она будет президентом Она жутко злопамятная Но я говорил уже об этом Так вот Манафорту Хотят Значит Запугать его Для того Чтобы он Нашел что-нибудь Чтобы очернило Президента То есть Всегда Всегда Когда идет Расследование То сначала Вот есть преступление Кто-то кого-то убил Или есть преступление Кто-то у кого-то украл Или есть еще преступление Кто-то там Нажал на гашетку И помчался на автомобиле Сбил человека И после этого Назначается расследование Здесь расследование Причем Независимого прокурора То есть Самое большое Я думаю Расследование Этого века А может быть И двух веков Ну не знаю Двух веков Предыдущим Скажем С Никсоном Было И с Этим самым С Клинтоном Но там В обоих случаях Было преступление И его назначили Расследовать Назначили Старо Расследовать Историю С Клинтоном Здесь ничего не было Ниакого преступления Группа людей Во главе Я думаю Либо с Коми Либо с Боннером Либо с кем-то еще Либо собралась Такая вот хорошая Милая группа Почитателей Трампа И сказали Давайте сделаем Все возможное Для того Чтобы И так конечно Его не изберет никто Потому что Люди Которые За него Это только те Которые ходят В Волмарт И те От которых Дурно пахнет Это мы Выяснили Во время Слушаний В Конгрессе Когда Господи Как его зовут Напомни Сережа Питер Страк Да Значит Написал Своей девушке Этой самой Любовнице В СМС Или в тексте Что-то такое Что зашел Где-то там В Волмарт Воняет Избирателями Трампа Вот Так вот Значит Они настолько Все были уверены Что Изберется Значит Хиллари Клинтон Что Ну Никак Ну На всякий случай Они так сказать Там делали Всякие Придумывали Всякие штуки Там что-то делали Как они писали Друг другу Значит Это будет У нас Страховочка На случай Если он вырвется Вперед И тому подобное Вот И Позор Нашей нации На данный момент Заключается В том Что Мы Значит Стали При Обаме И стали Продолжать Быть при Клинтон Банановой Республикой То есть Страной Абсолютно Третьего мира Страной В которой Тайная Разведка Или Тайная Полиция Называется Как угодно Играет Огромную Роль При Которой Решение О том Кого Выбирать Происходит Или за Кого Голосовать Происходит Не теми Людьми Которые Голосуют Как в Америке Всегда Было А какой-то Группой Собравшихся Людей Которые Манипулируют Общественным Мнением При Полной Поддержке Независимой Прессы Соединенных Штатов Америки Боже Мой Вот Когда Трамп Сказал Что Они Враги Народа То Они Действительно Враги Народа Потому Что Они Считают Как Все Социалисты На Белом Свете Что Они Знают Лучше Что Народу Хорошо А народ Сам Пусть Не мычит Не телится Пусть Идет Куда Им Говорят Отдает Деньги Значит Пьет Пиво Чешет Там Живот Смотрит Футбол И Не Лезет Не В Свои Дела А Не Тратит Деньги Которые У них Отняли Вот Это Позор Настоящий Это Маленький Очень Эмоциональный И не Очень Я бы Сказ Связный Обзор Что Сейчас Происходит Вы Абсолютно Правы И Последний Скандал Вокруг Бреннана Трамп Лишил Его Доступа К Секретной Информации То Секрети Клиренса И Поднялась Целая Волна Целая Буря В стакане Тут Выступили Причем К сожалению Не только Но понятно Что Все Мидия Левые Коих Трамп Справедливо Назвал Оппозиционной Партией А С этими Все ясно Но к сожалению Ну понятно Что все бывшие Там и Клэпер И Хейден И так далее Кто работали На Обаму Но В их числе И некоторые Достойные Вполне Себе Люди Подписались Под письмом Обратились Как так Это нам Так сказать Ну в общем Устроили скандалы Тот самый Брэннон А Трамп В Твиттере По поводу Лишения Брэннона Этих Привилегий А это Привилегия Секрети Клиренс Является Привилегия Это не Является Правом Так вот Он написал Что и в частности За скандал С русскими Ну и тут же Медиа Подхватила Ага Значит он Пытается Заткнуть Рот Брэннон Заявил Что якобы Связь между Русскими И Трампом Была Осталось только Доказать Насколько Она криминальной Была Вот так Он заявляет Человек Который Возглавлял ЦРУ На что Даже Сенатор Возглавляющий Комитет По разведке Сказал Так Минуточку Если у вас Есть информация Я не понимаю Почему Почему он с нами Не поделился И потому что Он давал показания В Сенате И под присягой Сказал Что нет никаких Фактов Указывающих На связь Кремля И избирательных Ну вот сейчас Работает Сенэ Нет Сейчас он работает На MSNBC На Сенэ Работает Клэпер Да Да Правильно Извиняюсь Да И зарплата Там И поощрительные Зависит от того Сколько раз Он обзовет Трампа И Какими Волнами Это все Отзовется Поэтому Раньше Кстати Он Голосовал За коммунистическую Партию Америки Как раз В то время Когда Америка Боролась Всеми силами Во время Холодной войны С Советским Союзом Значит Эта коммунистическая Партия Состояла Сплошь Из Агентов Оплаченных СССР Это я сейчас Говорю неголословно После прочтения Значит Книги Как же она Называлась Господи 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 Как она Называлась Правозащитника Боже ты мой Вот ведь Вот ведь Что жара делает Да Я сейчас Вспомню Через секунду Но Там просто Описывается У него был Доступ К документам Случайно Совершенно Ему дали Доступ К документам Политбюро ЦК Буковский Буковский Конечно Господи Боже мой Книгу Буковского Значит Прочтя То мы Там просто Документы О том Как им помогали Не обязательно Деньгами Там давали Какие-то права Продавали через них Там что-то Что дешевле Там мировой цены Что мы на этом Зарабатывали То есть Давали Американской Коммунистической партии Европейским Тоже Возможность Держаться на плаву И шпионить В пользу Советского Союза Естественно Так вот Беннон голосовал За коммунистов После этого Как этот человек Вообще Попал в Сиаей Как этого человека Ну понятно За что его Любил Обама Да Так сказать У них родство духа Или души Я не знаю Там чего у них еще Ну как его вообще Назначили руководителем Сиаей Как его вообще Дали один день После этого Возможность Доступа к информации Когда он перешел В коммерческую Совершенно деятельность И вот это право Иметь Доступ К самой секретной информации Он сделан для того Чтобы советоваться С этими людьми Потому что они в курсе Для того Чтобы они Могли думать Чтобы они могли Принимать какие-то участия Когда нужно обсуждать Что-то А он пользуется Этой информацией Для того Чтобы сливать Ее журналистам Причем это известно уже Вот за это Заодно Надо было отобрать Его в день Когда его уволили Он сам уволился Уже не помню С руководителей ЦРУ Значит Надо было Небедленно отбирать Точно так Как у Клапара Надо отобрать Это Как точно так У огромного Количества людей Которые только Тем и занимаются Что выискивают В этой секретной информации Что-то И сливают ее Либо оппозиционные партии Либо Журналистам И правильно сделали Что отобрали У него Давно надо было Отобрать Хорошо что Рэнд Пол Начал Об этом разговаривать И хорошо что Фолкс Это подхватил Будем надеяться Что это только первый шаг Потому что там есть Целый ряд Таких деятелей Которые Бесконечно выступают В оппозиционной партии Я имею ввиду Средства массовой информации Все эти телеканалы Которых Которым нечего делать Совершенно нет Никакой необходимости Допускать К секретной информации Абсолютно Они используют это Не на благо государства А во вред ему Я сегодня уже говорил Об этом Но как бы Почему оставляют Кстати на Факс Ньюс Уступал генерал Кин Четырехзвездный генерал Когда он ушел В отставку Он распрощался С секьюрити клиренсом Но когда его Назначили там В какую-то комиссию Конгресса Ему восстанавливали Снова секьюрити клиренс В общем То есть это вещь такая Не то что там Тебе пожизненно пенсию дали Это совсем другая вещь Ну естественно Это правильно совершенно Но зачем Слишком большому количеству людей Иметь доступ К какой-то информации Совершенно не нужно И потом Тем более что Очень много есть Недоброжелателей правительства Которые радостно Сольют врагу Эту информацию Лишь бы своим было хуже Послушайте Вот к огромному сожалению Мы недавно получили Абсолютно четкое подтверждение Того Что либералы Или там Называйте Леваки Да И праваки Совершенно по-разному Любят эту страну Я не могу сказать Что там Демократы Не любят страну Ахинея какая Правильно Это и в армии служат И избираются И прочее Но вот те Кто одержим Идеей левизны Они Куомо позавчера Губернатор Который как бы Подает все сигналы Что он хочет В 2020 году Пытаться избираться Бороться за номинацию Демократической партии Такой серьезный кандидат Он заявил Что не удастся Трампу Никогда Сделать Америку Значит Великой Снова Потому что Она Америка Никогда Великой Страной Не была И вот тут До меня Вдруг Доехало Я вдруг Понял Что мы Совершенно с ними По-разному Любим эту страну По-разному Мы любим Но по-разному Вот Я как Я не знаю Либритериан Консерватор Я не знаю Называй кто угодно Я думаю Что я не консерватор Но так называется просто Я люблю эту страну Потому что У нее гениальная Конституция Я люблю эту страну Потому что Придумка Разделить власти Придумка Так сказать Противовесов Даже Даже вот когда Трамп пытается Что-то делать Очень-очень Мы злимся Но это Это как бы Часть величия Этой страны Когда те Кто не победили Могут пытаться Останавливать И что-то делать Не как в Банановой Республике Против того Кого избрали И у нас все время Так сказать Не может президент Лезть в дела Юридические Он может Он может Представлять Сенату Значит Людей Которых он хотел бы Чтобы Сенат Назначил В этом Во всякие Там Высокие суды Да Так вот Они не любят Мы любим Америку За то Что она Дала возможность Любому человеку Если он хочет И добивается И пытается Достичь чего-то Чего он хотел бы достичь Она дала возможность Людям жить нормальной жизнью Она дала возможность Не бояться Я не знаю Там так сказать Того что Постоянно обманут Когда продаешь Вот В России Да Там В свое время Там моя жена Продавала квартиру свою Боже мой Сколько проблем Значит Чтоб тебя не обманули Чтоб деньги передали Чтоб что-то там Не произошло Здесь Кажется Жуткое количество Всяких бумажек Да Но все продумано Все сделано так Чтоб не та Ни другая сторона Друг друга не обманула А если обманула Чтобы ее потом Можно было взять За одно место И судить Скажем Да То есть Страна гениально продумана Не все продумано Не все хорошо Надо очень многое Доделывать Там Менять Не кардинально Как Обама говорил А менять Там улучшать И прочее А левые любят Идею того Что будет Если Все будут любить Друг друга И никто Не будет Друг друга Обижать А наоборот Все добровольно Будут давать Все что заработали Тем кто Это Кто не заработал Но скажем Нуждается в этом Да То есть На самом деле Они любят не Америку Они любят коммунизм На самом деле У них так это получается Потому что Они сравнивают Америку Не с реально Существующими Странами С троями Государствами А с каким-то Воображаемым С троем Государством Поэтому Для них С мечтой Леон Вы не возражаете Если мы примем звонок Да Конечно Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Вы знаете Они представляют Эту Америку Совершенно по другому Вы вот любите И я люблю За то Что здесь Изумительная конституция Которая явилась Базисом Для того Чтобы эта страна Действительно Стала великой Мы любим ее За то Что здесь Возможности Одинаковые Для всех И так далее По крайней мере Приближенные К одинаковым Для всех Ну и так далее Очень много преимуществ Поэтому весь мир Рвется в эту Америку За всех Кроме Киевики Что они за другое Любят Они любят Другую страну Они любят Страну Где они Имеют Привилегии Которые Многие из которых Они достигли Совершенно Другим путем Бесчестным Обманом С жульничеством И так далее Даже вот Конституция Которая гарантирует Так сказать Разделение властей Вот смотрите Что сделал Обама Он Больше 30 У него в начале Было Советников Так называемых Царей Которые являлись Большинство из них Почти Где-то 90% Являлись Членами Маслем Бразерхуд И их не утверждал Конгресс Поэтому Это все Делается Так Как им хочется Посмотрите Что они делают С этой прессой То есть Что они сделали Они ее подчинили Своему влиянию Тоже При помощи наших Денег Денег Налогоплательщиков Естественно То есть там Коррупция зашкаливает Вот такая страна Им нужна Я недавно Летела в самолете В Англию И у меня рядом Была соседка Ну вроде бы Нормальный человек Она мне рассказала Про свою жизнь Жизнь В верхушке Вообще-то говоря Общество Там у нее В посольстве Родственники Ну и так далее Короче говоря Когда я сказала Слава Богу Что наша страна В последнее время Изменилась Что здесь вот И Аномплоймандрейт Такой низкий И все остальное Прочее Она сначала Окомнела А потом сказала Мне вдруг Вы знаете Вы прекратите Эти разговоры Иначе я останавливаюсь Энгри Вы знаете Был вроде бы Нормальный человек Пока рассказывал Вы понимаете Кто они Это такая мразь В общем-то Которая хочет Управлять Вот этой страной Которая хочет Все иметь За наш счет Поэтому Ставить знак Райманса Между нами И этими фашистами Невозможно Вот сейчас Фильм вышел Де Сузе Я не знаю Вы видели или нет Там четко Он доказывает На примере Многих-многих Фактов Что это Фашизм Самый настоящий Фашизм Поэтому мы Любим Совершенно Разную страну Совершенно Разные Так сказать Достоинства Спасибо Спасибо за ваш звонок Единственное Я Может быть Чуть-чуть Поспорю Что не только Те кто Нечестным трудом Или жульничеством Заработал деньги Вы смотрите Самые богатые Люди В этой стране Безос Я не знаю Цукерберг Кто еще у нас Один из самых богатых Господи Вылетел из Майкрософт Понятно Майкрософт И еще Баффет Они же все Являются Донорами Демократической Партии Все поддерживают Эту идею Мы как-то Размышляли По поводу того Почему вот эти Так сказать Состоявшиеся Люди Поддерживают Демократическую Партию Возможно У некоторых Из них Появляется Чувство вины Потому что Невозможно Скажем Безос Который Владеет Состоянием Сто миллиардов Долларов Сто миллиардов Долларов Трудно представить Физически Эту сумму Наверное Глядя На какого Своего Упаковщика Который Работает На него У него Возникает Некое Чувство Вины За то Что у него Колоссальные Деньги Он не может Себе придумать Даже как Потратить А этот Человек От чека До чека Живет И не знает Как свести Концы С концами И они Вместо того Чтобы помочь Этим людям Они помогают Всевозможным Организациям Которые Провозглашают Своей целью Помощь Бедным Сирым И убогим А на самом деле Все эти деньги Идут на поддержание Партии Партийной Верхушки Вот Того самого Эстеблишмента К сожалению Понимаете Вот такая ситуация Давайте мы сделаем Мы обязаны Просто прерваться На рекламу После чего Вернемся Продолжим И обязательно Примем все Ваши звонки Возвращаемся К беседе С Леоном Айнштейном Телефон Студии По-прежнему 847-400-5200 Была масса Звонков У вас есть Возможность Дозвониться Задать вопрос Или высказать Свою точку Зрения На те темы Которые мы обсуждаем В нашем эфире 847-400-5200 Обязательно Примем звонки Обязательно Дадим возможность Высказаться Вот я хотел бы Добавить еще Что-то связанное С Монафортом Что стало известно Только буквально Час тому назад Значит Судья Который судит Значит Был представитель На этом суде Это суд присяжных Естественно Джадж Элис Значит Судья Элис Сегодня Объявил Что он получал По телефону Угрозы Связанные Лично Лично ему Угрожали Какие-то люди Значит Что если он Оправдает Монафорта И вообще Будет действовать Так чтобы Джулия оправдала То в этом случае Значит Пострадают Он и члены Его семьи То есть У нас Такого По-моему Со времен Мафии Итальянской Не было Но сейчас Это делается Уже не мафией Это делается Простыми Хорошими людьми Которых Довела До безумства Совершенно Довела пресса Американская И которые Просто сходят С ума И считают Что Значит Ими правит Владимир Владимир Путин Значит Наше правительство Выполняет Полностью Заказы И распоряжения Из Москвы Из Кремля А все Кто Значит Вокруг Трампа Они все Продажные Всех Надо давить Сажать А еще лучше Расстреливать Как вот Недавно Была Демонстрация По поводу Года События Фредериксбурга В Вашингтоне Интервировали Тех Кто Демонстрирует И спрашивали А вот что бы Если бы Трамп Оказался здесь Что бы ты там Сказал Или сделал Несколько человек Сказали Я бы его убил А кто-то еще сказал А мы бы его Палками забили То есть Совершенно нормально У нас стало Теперь Предлагать Забить палками Президента Нашей страны Совершенно нормально Леон Давайте попробуем Принять звонок Чтобы Радиослушатель Давно на линии Пожалуйста В эфире Добрый день Здравствуйте Алло Это вам Занец Украины Город Мариуполь О как Я Я хотела Поблагодарить Леона Вайнстайна За такие Передачи Я все его Передачи Анализы Политические Просмотрела Просто мне Захотелось Позвонить Спасибо Вы там Слушайте Нас Да-да Вы в эфире Звучите Просто с задержкой Там у вас Происходит Поэтому не обращайте Внимания Вот И Мы как раз Находимся Там где идет Война 12 километров От нашего Города Я очень хочу Его поблагодарить За великолепный Анализ Он открывает Ногу На Трампа Потому что У нас тут Как-то так Все Хиллари-Хиллари А на самом деле Нам больше Помогает Трамп Ну у нас Коррупция Но я думаю Что это Должно Избавляться Через поколения Потому что Мы все Выросли в коммунизме Советские люди И голодное детство Сказывается Пока все Эти Коммунисты Комсомольцы Надеются только На молодежь Очень благодарна вам Спасибо большое Удачи и здоровья Вам огромное Спасибо за звонок И я надеюсь Что это бой Когда-нибудь И скоро Кончится До свидания До свидания Фух Мариуполь Это действительно Далеко Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Вы знаете Мне кажется Что это Уже было Когда угрожали Судье Я имею ввиду Судью Ричардса Или Ричардса Который Объявил Что Обама Кера Это налог Он Несколько ночей Наверное Не спал И искал Выход Как Оправдать Обама Кера Хотя До этого Сам Обама Кричал Что это Никакой Не налог Дело в том Что Судьям Угрожать Как бы Не могут Потому что Они Неприкасаемые Личности А вот Угрожают Через семью Через детей И так далее Что убьют И Искалечат Или еще Что то такое И вот По моему Это Понятно Вы имеете Ввиду Судью Робертса Председателя Верховного Суда Очевидно Да Конечно Да Но мы Не знаем Ему Угрожать Или нет Это Вы можете Просто Предполагать Давайте Примем Следующий Звонок Добрый День Пожалуйста В эфире Добрый День Сережа Это Олег Звонит У меня Вопрос К Леону Я Вот Слушаю Передачи Постоянно И Все Время СМИ В основном Демократические Вот Можно Ваш Комментарий Леон С точки Зрения А можно Тогда Не знаю Как Купить За какие-то Деньги СМИ Или Частично Чтобы Противостоять Постоянной Пропаганде Если Можно Хотел Радио Послушать Ваш Ответ Спасибо Купить Что Сережа Объясни Ну Наверное Речь идет Речь идет О средствах Массовой Информации Что Вот Можно Ли Купить Наверное Об этом Идет Речь Это Вопрос Периодически Возникает Я Кстати Если Я не Ошибаюсь По-моему Трамп Намерен Был Купить По-моему Чикаго Тревьюн И Что-то Ему Не Позволили Это Сделать Каким-то Образом Они Это Дело Заблокировали То есть И Потом Люди Которые Богатые Довольным Ну Действительно У которых Куча Раз Левых Взглядов Вот Безос Пожалуйста Получил Контракт Я уже Сегодня Говорил Я думаю Я думаю Это не совсем Так Я думаю Что Так Называем Вот Эти Бешеные Деньги Которые Новая Технология Принесла Это Люди Которые Не проходили Действительно Школу Жизни Они Прошли Ее По-другому В университете Потом Что-то Придумали Эта Придумка Принесла Вложения Кто-то Стал В них Вкладываться И они Оставшись С теми же Жизненными Как бы Идеями И устоями Которые Были у них Студенческие Годы Что очень Хорошо Бороться Прозглашать И тому Подобное Но они Не прошли Тот Период Про который Говорят Что если Мой сын В 20 Не идеалист Или Не социалист Он сукин Цена Если в 30 Он дурак Вот Так что Вот они Не дошли До этих 30 Они остались В этой же Самой Когда ты Уже 30 40 Там 50 А ты Все еще Что называется Дурак Или вернее Да Все еще Дурак Поэтому Ну Да Давайте Примем следующий Звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Сережа Это опять Я имею ввиду Вот есть Fox Канал Fox News Неужели Больше Нельзя Каких-то Еще Газет Или Каких-то Радиопередач Или Еще Что-нибудь Выкупить Там Вот Тачка Не получилось Может быть Еще Что-нибудь Можно Видите Есть Богатые Люди Республиканцы Которые Имеют Деньги Ну Имеют Деньги Они Вкладывают Они Вкладывают Эти Деньги В те Бизнесы В которых Они Имеют Сережа Я думаю Я думаю Что я теперь Понял Что Олег Спрашивает Я постараюсь Ответить На это Дело Дело В том Что Приблизительно 30 лет Тому Назад Так Называемые Консерваторы Называйте Как угодно Республиканцы Кто угодно Люди Которые Думают Что Конституция Америки Это Хорошо Что Америка Великая Страна И тому Подобное Они Настолько Были Уверены Что Это Очевидная Истина Что Они Проморгали Момент Когда Пошло Левое Наступление На Колледжи Университеты И даже На High Schools Туда Особенно Школы Шли Люди Я не хочу Огульно Сказать Но Очень Много Те Которые Не устроились В каких Других Местах Люди Неустроенные Люди Слегка Разозленные На своих Коллег Которые Добились Чего-то А они Нет Всегда Было Ощущение Такое Что Учителя Они Мало Оплачиваемые Они Много Работают Там И тому Подобное В университетах Происходила Следующая История Леваки Собирались Вместе И Придумывали Как избавиться От тех Кто Не их Роду Племени И так Получилось Что Во всех Ведущих Университетах Сегодня Там 80% Ведущих Университетах Практически 100% Тех Факультетов Которые Занимаются Гуманитарными Делами Начиная Юриспуденция Литература История География И тому Подобное И тысячи И тысячи Новых Придуманных Специальностей Типа Борьба Женщин За свои Права Представляете Себе Человек Заканчивает Университет По специальности Борьба Женщин За свои Права И дальше Что он в жизни Делает Так вот Огромное Количество Университетов Воспитывает Людей Которые Считают Что Их Обманули Им Не додали Кто-то Сделал так Что они Никому Тебе не нужны На них Висят 100 200 300 Тысяч Долларов Долго А они Остались Без работы Или Начинают Работать В партии Какой Естественно Партии Которая Их поддерживает Как Обама Пошел Оргинайзер Комьюнити Оргинайзер И огромное Количество Журналистов Прошло Через Эти Самые Горнила И На сегодняшний день Массово Опять же 70 80 90 Процентов Журналистов Придерживаются Левых Взглядов Поэтому Это не то Что там Вселенский Заговор Это Дело в том Что журналисты Которые пишут А из них Редактора Получается А из них Главные Редактора И тому подобное Они все Это люди Которые Абсолютно Уверены В том Что где-то Кто-то Их обманул Не додал Сам достиг Успеха Потому что У него там Что-то было А вот Я тоже Хороший Умный И прочего У меня нет И я буду Теперь Всеми силами Бороться За то Чтобы у них Отобрали А значит Вот таким Как я Дали Проблема в том Что Ты организовываешь Издание Вот смотрите Самый популярный Телевизионный Кабельный канал Это естественно Фокс Самое популярное Шоу на радио Первые Из десяти Первые девять Самых популярных Шоу Все консервативные Был Шульц Я не знаю Он ходил в десятку Сейчас его нету Может кто-то Входит в десятку Может кто-то Вообще не входит Может уже все Десять А Самая популярная Газета В Америке Это Уолл-стрит-джорнал Не кстати Нью-Йорк-таймс У них Драматически Ушли Читатели Покупатели Там Довоподобное Она тоже Консервативна Но проблема В том Что это Составляет Всего Каких-то Там 15-20 Процентов Пространства Медийного А остальные 80 Забиты Людьми Которые Ненавидят Не признаются В этом Но ненавидят Америку Я опять Я сказал С самого начала Еще 20 минут А назад Они любят Америку По-своему Но ту Америку Которую любим Мы Они ненавидят Они не хотят То что называется Equal Opportunity То есть Равности шансов Они хотят Equal Ending То есть Чтобы Всем Было Давали Всем Одинаково То есть Они хотят По большому счету Советского Союза Но со всеми Прибомбасами Соединенных Штатов Америки То есть Жить как в Америке Но бесплатно Добрый день Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Здравствуйте Люди Жалуются Что надо Что газеты Или там Телевидение Есть такая Ну я не хочу сказать Станция Нетворк В целом One Америка Нетворк Вот пусть смотрят Это Еще Для них будет Может быть Даже лучше Чем ФАКС Там более Консервативные Так что Выбор есть Всего доброго Спасибо Марк Левин Насколько я знаю Создал Телевизионный Есть Еще пару Таких Нетворков Конечно Слава Богу Да Слава Богу Мы не Россия Где все перекуплено Так сказать Путиным Или его Криминальной бандой И поэтому Никаких других Кстати Выкуплены Также И те Издания На русском языке Которые за границей Делают вид Что они независимы И на самом деле Они точно так же Принадлежат Москве Кремлю Вернее Бандитам Из Из Огородного Кооператива Озера А у нас Здесь действительно Есть выбор Но люди Что называется Простые люди Они Как прилипли К чему-то Одному Типа CNN SNBC Что-то еще Они привыкли И идут Им кажется Уже 254 раза Повторили Что-то одно Они начинают верить Что так Оно действительно И есть А то что там Самое главное Чтобы люди почувствовали Что им лучше жить И тогда Это будет Самый лучший довод В пользу Той политики Которую проводит Трамп Кстати Совершенно гениальной политики Я Не всегда Очень часто Не согласен Вернее так Я скажу так Я не понимаю Чего он говорит Очень часто Не понимаю Зачем это он говорит Очень часто Что не означает Что он неправильно Это делает Потому что Во время Предвыборной гонки В республиканской партии Как минимум Раз 20 Я громко объявлял Ну все Это последний день Трампа А потом выяснилось Что он всех переиграл Да Так вот Я не понимаю Очень много вещей Которые он говорит Но то что он делает Мне очень нравится Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Вы знаете Я в принципе Согласна С вами Леон Вот с вашим сценарием Почему все это происходит Но Как бы У меня еще есть Другое несколько Видение Дело в том Что вот Чикагская школа Известно Pay to play Это у них Мото И таким образом Они живут И вся демократическая партия То есть Это в переводе В общем-то На известный Язык Это Мафия То есть С крышеванием Со специальными Так сказать Привилегиями И так далее Pay И ты будешь Там То есть Вот например Вот мы говорим О фейсбук О гугл И так далее О гениальных В общем-то Их изобретателях Но Они изобретательства Гениальные Но когда дошло До дела Там же есть Миллион Всяких Регуляйшнс Там есть АРС Который может Такой процент дать А может И совсем другой И по-другому Совершенно себя вести И когда это При Обаме И когда это При демократах Там все понятно Пей И тогда Мы тебе Не будем Наступать На пятки Посмотрите Что они делают С консерваторами С Трампом И так далее Поэтому мне кажется В этом Самая главная проблема Потому что Они привыкли Жить уже Вот так вот Они четко знают Они заплатят 10 миллионов А возвратятся им 20 миллионов Так же было и с Соросом Спасибо большое Да Я согласен Именно так было и с Соросом Только не 10-20 А один А потом 6-6 И разговор идет о миллиардах Один потратил 6-6 получил Возвращаясь к теме Об открытии каналов Или газет И так далее На самом деле Те люди Кто Придерживаются Лево-радикальных взглядов И смотрят CNN MSNBC А их в дрожь бросает При упоминании Скажем Канала Факс Просто в дрожь бросает Они Зубами начинают скрипеть Поэтому Если создать Еще несколько Таких же каналов Ну Одни и те же люди Кто Придерживается Правых Традиционных взглядов Они будут смотреть Факс Или какой-то другой канал А те Кто Мечтает О Обществе О государстве Всеобщего благоденствия Они будут Потреблять Вот Ту фальшивку Которую Ту пропаганду Которую Несет MSNBC CNN В общем Все традиционные Все эти левые Каналы Которые Трамп справедливо Назвал Оппозиционной партией Я думаю Дело не в этом Каждый ищет Себе источник информации В соответствии Со своими Убеждениями Взглядами Если ты Строитель коммунизма То конечно же Тебя не устраивает Подача материала Которую делает Факс Ньюз Или скажем Консервативные радио Ведущие На радио На консервативных Конечно же Они их не слушают Они Они о них Слышать не хотят И если Не дай бог Ты в соцсетях Там скажем Сделал пост Какой-то Ссылаясь на Факс Ньюз У них Просто истерика Начинается У них начинается Истерика Потому что То что Ту информацию Которую ты Пытаешься с ними Поделиться Они Об этой информации Не слышали Ни на CNN Ни на MSNBC А значит Конечно Они думают Что это придумка Все и обман Потому что Значит Они же смотрят Телевизор Много-много раз Смотрели Ни разу Это не увидели Значит Это все Обман Который придумал Фокс Ньюз Или вы сами Так что Проблема не в этом Действительно Реальная проблема Существует Скажем В массовой культуре Потому что Фильмы Которые ставят Голливуд Да еще иногда Политические заявления Некоторых популярных актеров Люди на них реагируют Люди к ним прислушиваются А сейчас Вот новое движение Началось Пару лет назад Год назад Спортсмены Стали выступать С политическими заявлениями И Масса болельщиков Которые Ну Те кто Придерживается Как Каких-то Принципов А для них Это Не является Так сказать Путеводной звездой А те кто Скажем Для него в жизни Самое главное Это посмотреть Поболеть За Любимую Бейсбольную Или футбольную Команду На него Конечно Высказывание Или там Действие Какого-то Спортсмена Производит Впечатление В школах В университетах Профессура Которая Насквозь Пропитана Идеями Марксизма Ленинизма И они Объясняют Студентам Они их Обманывают Они рассказывают Им О том Чего В реальной Жизни Нет И Некоторые Из них Я имею ввиду Вы выпускники Этих Вузов Столкнувшись С реалиями Жизни Формируют Своё собственное Представление Мира Мироощущение О том Что происходит А некоторые Так В заблуждении Живут Так что Вот так Леон К сожалению Времени Наверное Больше не остаётся Спасибо огромное Что Вы всё-таки Несмотря на Все ваши Перебитии Жизненные Ну Приятные Хлопы Мы будем В процессе Переезда Поэтому Я даже Просто Не представляю Себе Где я могу Найти уголок В котором Я могу Усесться И вести Передачу Поэтому Не обессудьте Прямо в автомобиле Прямо в автомобиле Телефон в руки И Может быть Может быть Кстати Посмотрим Как Юра Юрий Табак делает В автомобиле Сидит с телефоном И участвует С вами В программах Всего вам Самого наилучшего Берегите себя Спасибо большое До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому